Библейский портал экзегет.ру представляет 145-й псалом для библейского портала «Экзегет» Читаю перевод российского библейского общества Какие они все-таки разные, эти псалмы даже когда на вид одинаковые Вот я в 144-м обращал ваше внимание, что эти последние заключительные псалмы Они исчерпывают с одной фразой «Хвали Господа», «Хвалите Господа», «Буду хвалить Господа» Они все только про это одно, но они при этом очень разные 144-й говорит «Я буду хвалить тебя, мой Бог и Царь мой, потому что ты милосерден, потому что ты благ, потому что ты насыщаешь каждое живое существо в этом мире Слушайте, но ведь довольно часто мы совсем этого не ощущаем Вот 144-й ему может показаться, это такая, знаете, молитва блаженного, который не ведает о страданиях этого мира Которому никогда не было больно, который никогда не голодал А в древности голодали, кстати, гораздо больше, чем сейчас Сейчас, в общем, трудно найти человека, который голодал не в целях похудания или лечебной диеты Вот потому что нечего кушать, причем не только вот сейчас, а и завтра, и послезавтра ничего не будет, потому что неоткуда взять И что же, вот повторять все эти слова, не очень в них веря 145-й «Аллилуйя», но слово «Аллилуйя» значит «Хвалите Господа» под заголовок «Аллилуйя, хвали душа моя Господа, буду славить Господа, пока живу, пока дышу, буду петь Богу моему Не надейтесь на властителя, на человека, не принесет он спасения Дух покинет его, и вернется человек в землю, и в тот день разрушатся все его замыслы Счастлив, кому помогает Бог Иакова, кто уповает на Господа, Бога своего Господь сотворил небо и землю и море, и все, что их наполняет Он хранит верность вовек, за обездоленных он заступается, дает хлеб голодным Господь освобождает узников, Господь открывает очи слепым Господь поднимает угнетенных, Господь любит праведников Господь хранит живущих на чужбине, вдове и сироте помогает А нечестивых заставляет блуждать Осион, Господь Бог твой будет царствовать вовеки, из поколения в поколение, Аллилуйя Так вот, когда душа моя не хочет хвалить Господа, потому что она голодна, в тюрьме, слепа Живет на чужбине, чувствует себя вдовой и сиротой, а с моей душой это бывает, не знаю, как с вашей То псалмопевец советует ей сказать, хвали душа моя Господа, буду славить Господа, пока живу Принуждать себя к этому, пока дышу, буду петь Богу моему Вот пока живу и пока дышу, да, то есть вот хоть что-то, хоть как-то, да, вот дыхание может хвалить Господа А почему? Потому что на властителей, на человека надежды нет Дух покинет его, вернется в землю, разрушатся все его замыслы Хотелось бы, да, чтобы люди помогли вам, могущественные, великие правители, богатые, да и помогают иногда И часто что-то очень хорошее делается с их помощью Но это все временно А есть тот, кто если дает, то навсегда Счастлив, кому помогает Бог Иакова Иаков — это одно из имен Израиля, да, первое его имя Кто уповает на Господа, Бога своего, потому что он сотворил все, что есть в этом мире И, что не менее важно, он хранит верность во веках Вот это слово верность, хесед, которое мы не раз уже вспоминали, обозначает некую важную линию поведения Это не просто разовое милостыние, это деятельная любовь, которая проявляется в поступках, которые из раза в раз приходят И в том числе по отношению Бога к людям И дальше он освобождает узников, открывает очи слепым, поднимает угнетенных Потом это все будет в Евангелии, как пророчество о Христе, пониматься И при этом любит праведников Обратим внимание, что он не освобождает и поднимает праведников Это он делает с теми, кто страдает Но праведников он при этом еще и любит Остальных просто избавляет Не сказано, что не любит Вдове и сироте помогают, а нечестивых заставляют блуждать То есть еще и есть какое-то исправление несправедливости Бог твой, Сион, будет царствовать во веки Сион — это гора, главная, на которой стоит храм, из поколения в поколение Аллилуйя Ну вот смотрите, если все плохо, то ты знаешь, к кому обратиться душа моя Если все плохо, ты знаешь, на кого надеяться Если все плохо, ты знаешь, кто тебе поможет Сделай же что-нибудь Хвали душа моя Господа Ну не всегда это так трудно и тяжело О, 146-й будет радостный, но о том же Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому